Вместе мы с Силом! Максимилианс! В 10 часов вечера! 100%! И я хочу сказать, что вот действительно Лена сказала такую вещь, очень важную, вот я хочу еще раз на нее акцент поставить, что мы действительно видим каждого человека. Мы чувствуем настроение всех людей, и мы делаем так, чтобы люди забыли немного о каких-то своих повседневных делах и чувствовали реально себя счастливыми, вот ровно в то время, в которое мы выступаем, точно. Ну и тут, раз про маму Любу речь зашла, сразу пишет, какая замечательная песня, будет ли еще что-то с таким же настроением? Конечно, да. Да? Конечно, да. Про дядю Петю, например? У меня моя мама Таня, но она бабушкой стала, конечно, надо спеть теперь «Баба Таня, давай». А то да, но есть какие-то несправедливости в отношении родственников. Евровидение, конечно, все вспоминают ваше замечательное выступление, что вы скажете об урановских бабушках? Мы скажем только «Супер», потому что... Вы за них болели? Да, конечно, они умницы, они молодцы, самые настоящие, искренние, искренние наши бабушки. Вот если бы я могла выбирать себе внешность бабушки, то я выбрала бы вот ту маленькую, по фамилии Пугачева. Вот самая какая-то бабушка из сказки. И знаете что? Принято считать, что победа урановских бабушек на втором канале, она была как протест. Сейчас сегодня очень модно протестовать, да? Это был протест против гламура, против Билана, против вот этих всех надуманных историй, против вот этой лжи, которая и так всех уже достала, о чем я сейчас вам тоже минуту назад говорила. Понимаете, сегодня хочется видеть искренность, настоящие улыбки, настоящие слезы, глаза. Поэтому, кстати, и популярен, возможно, стал клип «Мама-люба», потому что это не клип, потому что там есть моменты, за которые я стесняюсь, потому что они очень искренние, и это только, ну, мои друзья очень близкие могут меня такое видеть. И, ну, в общем, это слишком, слишком вот настоящее все. Поэтому, так как сегодня высокие рейтинги у телепроекта, где люди живут под камерами, все хотят хоть чуточку настоящих эмоций. Я считаю, что, дай бог, бурановские бабушки могут победить. И, в общем, во всяком случае, весь мир будет вспоминать, что в 2012 году на Евровидении от России были классные бабушки. Бурановские бабушки. Будем действительно за них болеть, но это из-за разряда того, что герои среди нас, а не те, кто, может быть, сияет по телевизору. Скажите мне, пожалуйста, кем бы вы хотели спеть еще? Спрашивает, опять же, Никита Давыдов, с кем бы вы спели из исполнителей? Ну, и кто вас все-таки за клип «Мама Люба» покорил? Кто сказал «Ай-яй-яй»? «Ай-яй-яй». Значит, сказать честно, мы вообще к дуэтам относимся очень своеобразно, в том смысле, что мы... Часто дуэт — это в России, по крайней мере. Это не то, что два классных талантливых человека собрались вместе и сказать, давай, чувак, сделаем. Такого нет. Обычно это какая-то придуманная пиар-история. Чтобы поднять рейтинг одному из отставших исполнителей. И мы как бы не... Никому рейтинг не хотите поднимать? Мы не хотим поднимать никому, и сами ни в чем не нуждаемся. Я думаю, что если будем петь, то, наверное, с Максом Фадеевым. Я вот ждала этого ответа, потому что знаю, что вы его очень любите и оцените. Как вам в Казани? Приедете ли еще? И если были у нас, но мы уже знаем, что не были. Не были. Вот спрашивают, где вы учились, девушки? Нигде. Вообще нигде не училась. Я волчонком выросла. Может быть, слышали эту нашумевшую историю? В лесу ребенок. Вы маму глядите. Это и Лена Темникова. Но Оля профессиональный переводчик. Нет. Вот там я и выросла. Она как бы меня реабилитировала, в мир людей привела. Она меня и нашла. Я пошла по грибы, как бы в перерывах между учениями. И нашла Лену. Да. Я сказала мяу. А я сказала вау. Что случилось там дальше? После прогноза погоды в эфире Бимраде. Субтитры сделал DimaTorzok